позволить себе. Например, что? Говори. Пойдём на дискотеку, деньги у нас есть. А остальное ерунда. Дело в том, что я отдал деньги старику. Что? Ты позволил ему забрать у тебя деньги? Он просто трагедию из этого сделал. Сказал, что не переживёт Рождества, что его жена ждёт ребёнка. А ты, значит, спонсор. Но у меня кое-что осталось. Ты посчитай. Рубашка, костюм, ботинки, напитки. Тебе не потянуть. Да, но я не собираюсь покупать костюм. Я надену джинсы, рубашку, ботинки. А приглашение в ночной клуб за мной. Что бы ты без меня делал, а? Привет. Привет, привет, привет. Как дела? Куда вы идёте? Мы идём погулять. Лучше бы сделали уроки. Да-да. О, боже, дорогая. Я ждала, когда ты вернёшься. Какое несчастье. Господи, какое несчастье. Что случилось? Лала и Мегелон ввязались в драку с какими-то рабочими. Лала даже глаз подбили. Но это ещё не самая плохая дочка. Это пройдёт. Это ещё не всё. Что ещё? Их уволили. Ты понимаешь, что это значит? Теперь у нас осталось только зарплата Россио. А ведь бедняжка платит за учёбу, за проезд, за одежду. А у Нины нерегулярный доход. Да. А ещё Рождество. Столько расходов требуется. Подарки. Праздничный ужин. Что теперь будет с нами, я не знаю. Какой ужас, Хенероса, мне так жаль. Эми, я подумала, может, ты сможешь нам помочь. Как? Твой жених, дорогая. Может, он им подыщет какую-нибудь работу. Может быть. Я спрошу у него, да, Хенероса. Спасибо, дорогая. Я была бы тебе очень благодарна. Очень. Хорошо, ладно. Не надо плакать. Уволиться в такое неподходящее время. Ну, всё, всё. Хватит. Не надо. Это была очень тяжёлая работа, и... Всё к лучшему. Вот и видите. Не расстраивайтесь. Я спрошу у Алехандра сразу же, как только увижу его. Он поможет. Он найдёт им работу. Да? В таких случаях лучше всего приложить лёд. Посмотрим. Нина, оставь меня в покое. Мегелон. Она не виновата. Я знаю, это я виноват. Я просто говорю, чтобы ты позволил ей помочь. Лало, лучше всего приложить к глазу кусок мяса, но у нас его нет. Ничего, Нина. Спасибо. Ну, надо же. Для мужчины потерять работу – это кошмар. Что за дерьмо собачье? Мегелон. Да, ещё начните здесь ругаться. Если не нравится, выйди. Но руганью дело не исправишь. Мальчики, у нас есть надежда. Какая? Я поговорила с Эмми. Она, точнее, её друг, поможет вам с работой. С какой работой? Ну, я не знаю точно, сынок, но он важный человек. У него связи. Не одно, так другое. Он обязательно найдёт вам подходящую работу. Для Мегелона, но не для меня. Я скорее умру с голоду, чем приму подачки от этого парня. Уходишь, сынок? Мама. Да, уже поздно. А папа? Я не видел его с тех пор. Он в комнате. Его лучше не трогать. Не стоит провоцировать его. Споров не избежать, если он будет наставить, чтобы я бросил Марию и Эмилию. Позволь мне поговорить с ним. Я знаю, как унять Панчитто. Спасибо, что беспокоишься об этом. Но я всё же не понимаю, что он имеет против Марии и Эмилии. Не понимаю. Честно говоря, я тоже. Если это был кто-то другой, но Франциско. Не знаю. Это очень странно, мама. Я не замкнула глаз прошлой ночью. Из-за тебя, сынок. До сих пор ты никогда ещё не был так влюблён. Твои чувства к Марии и Эмилии должны быть очень сильны, раз ты заговорил о женитьбе. Я мечтаю жениться. Но мне хотелось получить благословение отца. Он всегда был моим лучшим другом. Мне было бы больно порвать с ним. И мне. Поэтому я так огорчаюсь. Никогда не видела, чтобы вы спорили, ругались, как враги. Маму, прости, меня занесло. Я виноват. Он был очень груб. И это он. Такой спокойный человек. Мама, я так разозлился из-за того, как он относится к Марии и Эмилии, и её семье. Почему? Он ведь их даже не знает. Он так плохо отзывался о них. Будем считать, что у него просто сложный период. Такое бывает с каждым. Успокойся, дорогой. Всё перемелется. Хорошо. Мария Эмилия была так рада. Она чувствовала себя счастливой, мама. Она сказала это потому, что в этом доме её так хорошо приняли. Представь, если она узнает правду. Не говори ей ничего. Будем надеяться, что отец передумает, и всё будет хорошо. Ладно. Я пошёл, мама. Увидимся, сынок. Господь с тобой. Спасибо. Я провожу тебя. Да, Франциско. Александр только что ушёл. Я тоже ухожу. Нет. Сначала мы должны поговорить. Вчера я тебе ничего не сказала, но сегодня нам нужно спокойно обсудить это. Мне больше нечего сказать. Я должна знать, на каком основании ты запрещаешь сыну встречаться с Марией Эмилией Пардо Фигероа. Объяснись. Ты должна уважать моё решение. Мне этого недостаточно. Я хочу знать причину. По-моему, вчера вечером я всё объяснил, Алехандро. Ты тоже слышала. Эти причины не показались невескими. Почему ты против? Ты хочешь сказать, что я лгу? Или чего ты не договариваешь? Не лги мне. Скажи, что заставило тебя выступить против этой девушки? Скажи мне. Наступит день, когда я буду наслаждаться этим богатством. Он хочет уйти, но я ему не позволю. Никто не остановит меня. Никто не сможет меня победить. Мария Эмилия рассказала мне о вчерашнем визите. А какие у тебя впечатления? Как там было? Главное, какие впечатления у неё? Полагаю, Гиры обращались с тобой с должным почтением, полагающим нашей фамилией. Да, бабушка. Они были так милы. Мама Алехандро такая сентиментальная. Слезливая. А малышка Габи само очарование. О, да, эти две дурочки изощрялись, как могли. Мария Эмилия, иди сюда, Мария Эмилия, сюда, Мария Эмилия, присаживайся, Мария Эмилия, не садись к окну. Нет, нет, они как на сетке. Но это же великолепно. Знаешь, что, Моника, думаю, ты просто немного завидуешь. Так значит, можно считать, что свадьба состоится? Насчёт свадьбы не знаю, но, судя по их поведению, они от неё в восторге. Я так счастлива. Я рада, что всё прошло хорошо. Между нами я не пошла только из-за одежды. Я боялась, что нас плохо примут. Это было бы так ужасно. Бабушка, уверяю, такого не могло случиться, потому что, не знаю, они такие утончённые, вежливые, искренние, восхитительные. О, бабушка, они так хорошо меня приняли, как будто я их родная дочь. Почему тебе не нравится Мария Эмилия? Скажи правду. Я уже сказал. Ещё раз повторить. Но у тебя никогда не было социальных предрассудков. Йоланда, прошу. Когда ты узнал, что девушка Алехандра учительница Габи, ты сказал, что её бедность не помеха. Прекрати. Это началось, когда ты её увидел, когда она пришла. Я ухожу. Нет. Сначала объясни, что происходит. Опять скажешь, что Мария Эмилия другого круга? Другое. Скажи мне, Панчита. Не скрывай от меня ничего. Так будет лучше. Йоли. Наберись смелости. И скажи мне, что происходит, Франциско? Почему ты не хочешь пускать в дом Марии Эмилию? Нет, нет. Я ничего не скрываю, Йоланда. Всё так, как я сказал. Но ты же говорил... Да, да. Я говорил, что социальные различия не важны. Но реальность изменила моё мнение. Эта связь может повредить Алехандро, в особенности эта среда. Ты преувеличиваешь. Сейчас эти вещи уже не важны. В любом случае он преуспеет в жизни. Он умный и трудолюбивый. Для того, чтобы преуспеть в жизни, нужно положение, связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...